В нынешних реалиях, как вы оцениваете, возможно ли повторение что-то подобного? Я уже не говорю о том, возможно ли в России аналог болотной революции. Нет, я не вижу никаких возможностей. В сегодняшней ситуации никаких таких выступлений я не вижу возможностей такой. Во-первых, очень большая часть оппозиционно настроенного молодых, в первую очередь людей, она уехала. Это сразу снизило потенциал протестов, открытых выступлений. Во-вторых, очень усилились внутренние репрессии. И принято законодательство, и полиция, ФСБ, КГБ действует очень жестко и однозначно. Все-таки огромное число возбужденных дел, штрафов и прочее. Она создает такое, вот это вот действие, они создают в стране атмосферу определенного страха, если сказать. Но это не новый страх, это поднятые все политические рефлексы еще с советского времени. Не высовывайся и жить будешь дольше. Вот поэтому тут вряд ли что-то возможное. Разрушены все организации, весь потенциал гражданского общества. А без организации, без структур, которые могут быть, определять и систему коммуникации, и организации выступлений, и представлять идеи, платформы, цели такого вот оппозиционного движения, сам по себе антивоенный протест или моральный протест, он не может быть выражен. То есть потенциал сохраняется, но это бурчание на кухне или там между собой. А вот открытое выступление без политических организаций, без общественных организаций, он просто невозможен. А сегодня оппозиция вся разгромлена фактически. В последнее время многие, я не знаю даже, как это сказать, оптимисты или те, кто верят в чудеса, были в ожидании черного лебедя, который может изменить ситуацию. Вы считаете, что это возможно? Какая вероятность этого черного лебедя и что это может быть? Ну, черный лебедь, это, я бы сказал, это то, что люди выдают свои желания за возможность, за реальность. Это, в каком смысле, это отражение собственного бессилия и непонимания того, что происходит. Массовый крах режима может быть только в двух случаях. Первый, это неожиданная и очень сильная массовая негативная мобилизация против действующей власти. Для этого должны быть какие-то условия. Длительный процесс падения жизненного уровня, нищеты такой, бедности, в общем, исчезновения будущего, надежды на улучшение. Это одна сторона. Сейчас этого нет. Жизненный уровень, инфляция, конечно, сжирает очень большую часть прироста доходов, но все-таки не настолько, чтобы это вызвать массовые волнения. И то, что мы фиксируем, это резкое снижение готовности к открытым протестным выступлениям. Но это одна часть, одна возможность. Другая, крах режима может быть связан с постоянным усложнением самого общества. То, что социологи называют социальной структурной дифференциацией. То есть ростом усложнения экономики, гражданского общества, системой коммуникации и ослабевания контроля государства над этими сферами. Появление некоторой общественной инициативы. Ни того, ни другого сегодня нет. Россия превращается, на мой взгляд, в такую страну с очень сильным полицейским произволом, репрессиями. И общество, я бы сказал, особенно на фоне войны, оно впадает в такое состояние прострации. Не могу сказать, что пропаганда совсем не действует. Она действует. Но мы видим это просто вот на такой декларативной поддержке войны. Но это не уничтожает самого недовольства. Недовольство, оно остается в такой вот диффузной, неоформленном форме, не такой аморфной форме бурчания, но не активного действия. Редактор субтитров А.Семкин